Первый урок по моделированию был посвящен самым примитивным, самым базовым, самым главным и основным правилам нашего моделирования. Покажу то, что прислали девочки, и те какие-то мелочи и особенности, которые вы пока еще не учитываете. Я постараюсь вам вот это все изобразить, еще разочек акцентировать ваше внимание на какие-то интересные моменты. И мы с вами сейчас по ним немножечко, так сказать, пробежимся. Итак, первая по списку у нас идет Милана. Ну, посмотрите, все в первое, первая картинка вопросов нет. Все замечательно, все сделано так, как нужно. Ну, может быть, кроме того, что, смотрите, вот этот наклон, наклон у нас идет очень сильно, а Милана этот сделала наклон с намеком, с небольшим таким, вот так сказать, намеком. Поэтому у нее не так ярко отражается вот эта ситуация на ее лекалах, как она показана на рисунке. Есть некоторое несоответствие. Обратите, пожалуйста, внимание, то есть что нужно было Милане сделать? Нужно было вот эту линию, которая у нее была в базе, да, нарисовать чуть-чуть пониже. И тогда, видите, верхняя часть, она оказалась даже не то, что опущена вниз, она поднялась наверх. То есть чуть-чуть поднять, опустить ниже нужно было вот этот боковой срез. Ну, это, так сказать, небольшое замечание, но по сути все сделано верно. Еще одна история. Посмотрите вот здесь снизу. Тоже история выполнена правильно. Технически как бы, теоретически вернее, да. Но у меня линия абсолютно прямая. У Миланы она прямая только внизу. И вот такая вот с резким прогибом она вверху. Что бы я сделала? Это первое. Я бы второе выбрала эту линию, но чуть-чуть ниже. Допустим, вот здесь тоже. Тоже чуть-чуть ниже. Этот кусочек добавился бы наверх. И как бы линия была бы, проходила бы вот так посерединке. То есть что нужно было сделать? Взять вот эту, а я вам сейчас, нет, не покажу. Нет, покажу. Сейчас я прям покажу. Это нарисую на своей... Значит, у нас есть вот такая выкройка. Сейчас мы ее быстренько нарисуем. Вот такая выкройка у нас есть. Видно, да? Я беру и просто... Ага, здесь вот она провела... Да, все правильно. Милана провела вот такую линию. И в принципе она была как бы права, да? Но получилось потом то, что у нас... Но, смотрите, девочки, а я провела бы вот эту линию вот так. Вот так. Почему именно так? Посмотрите, потому что, когда вы уходите своей новенькой линией в какую-то вот в эту точку, потом, посмотрите, непонятно, какие припуски надо здесь делать. Они будут направлены в пройму куда-то. Вот у Миланы где-то здесь она закончилась, вот в этом месте, да? То есть не очень понятно, какая длина. Надо кусочек бокового шва все-таки стараться сохранить. И мало того, что его нужно сохранить. Ведь следующий этап в работе, это у вас идет технология. То есть вы должны пошить. Вы вот к этому месту должны прибавить припуск полтора сантиметра. Этот припуск куда будет направлен? Наверх. Значит, чтобы не мешало вот этому припуску, который тоже, наверное, будет направлен наверх. А может быть и вниз, если изделие у нас без рукавов, да? Чтобы они не мешали друг другу, чтобы не создавали лишней толщины. Значит, расстояние между линией проймы и вот этой вот прямой должно быть равно две величины припуска на обработку данного участка. То есть когда вы рисуете свои конструктивные линии, обязательно придавайте значение в будущем вот этим вот припускам. То есть договаривайтесь сами с собой, какие у вас будут, так сказать, вот эти вот припуски. И чтобы они потом при выполнении этой работы не мешали друг другу. Не мешали друг другу. И вот что у меня, как зря я здесь разрезала. Так, так, так. Вот нижняя часть. И вот у меня получилась вот так вот верхняя часть. Вот это вот уже будет более, так сказать, ну более правильно. Поняли, да, немножечко? То есть заботимся еще и о припусках, когда выполняем вот это свое моделирование. Так. По этому заданию у меня замечаний нет. Кроме одного. Значит, возможно, я не придала такого большого значения контрольным точкам вот в этих уроках, которые нужно было сделать. Поэтому добавляю это сейчас. Посмотрите, что нужно сделать. Нужно, прежде чем сделать вот этот разрез, видите, линия, так, прежде чем сделать вот этот разрезик, линия, она сложная. Для сметочки она будет сложна. Вот эти припуски у вас тоже будут вести себя по-разному. И уравнивать срезы для сметки будет нелогично. Поэтому обязательно ближе к краешку мы делаем вот такие перечеркивания. Перечеркивания, чтобы это были наши рассечки. Также перечеркивание будет по линии груди. Ну, по линии талии у нас будет линия талии, обязательно будет рассечка, там не обязательно. Но две дополнительные рассечки я бы здесь обязательно сделала. И точно так же возможно и вот здесь. Хотя здесь уже проще, потому что линия прямая, сметывать будет легче. Но вот это идет уже под углом, вернее, по косой линии. И она тоже будет немножко растягиваться. И чтобы предотвратить вот это растяжение, нужно обязательно близко к краешку перечеркнуть и сделать маленькие рассечки. Так, ну вот, пожалуйста, вам пример. Видите, то, о чем я и говорила. Нарисовали, развели на драпировку, да? А где волнистая линия? А где число? Насколько надо стянуть? Контрольная точечка тоже неявна. Видите, куда надо прийти? Не отмечено контрольной точки. Вот в этом месте. Плохо. Нет числа. То есть вот такая работа, это слепая работа. Ведь тетрадка, клеточка, это, по сути дела, ваша ткань. Вы режете бумажку, получается лекала. И обводите это все на ткани. Вы не закончили, мои хорошие, свою работу? Не закончили. Нет контрольных точек, ярко выраженных, да? Нет числа, на которые надо потом стянуть. А что вы вырежете это все? Добавите припуски, дальше будете делать? Гадать? А насколько мне надо стянуть? Не надо. Все эти вопросы решаются во время моделирования. Будьте внимательны. Ну и, конечно, технически выполнено правильно моделирование вот этой детали, но не до конца. Я не стала, мои хорошие, ага, каждый из вас это все писать, потому что ошибки одни и те же, и они повторяются. А писать надо много. Я где-то отчасти сознательно решила произнести это, проговорить это все на нашем эфире, чтобы те, кто даже не выполнял такой работы еще, кто не участвует в нашем марафоне, чтобы они знали, как это делать, потому что, ну, не у всех бывают возможности. Смотрите, девочки, здесь это выполнено уже как бы лучше, да? Но цифры 10 и цифры 12 нарисованы на столе, не на ткани. Вот такая Галина Леонидовна у вас противная, да? Да, просит какие-то нюансы вот такие вот соблюдать, потому что это важно. Вы должны понимать, что вы рисуете их, наносите на ткань вот здесь и вот здесь. И вот здесь контрольная точка уже есть. Как записаться на марафон? Придумаем что-нибудь. Так, вот это технически сделано мое платьишко правильно. Вот то, о чем я говорила, видите? Развели окат рукава, да? Сделали все правильно, но контрольных точек нет. И на сколько стянуть тоже не написано. Придумаем это. Продолжение следует...